НАТО продолжает оставаться с вами и будет оставаться столько, сколько потребуется. Альянс уже предоставил миллионы долларов поддержки в прошлом году, и сейчас мы согласовали новый пакет, который приблизит Украину к НАТО. Практическая помощь, которая выразилась в учреждении Совета Украины НАТО, которая поможет стать Украине членом Альянса без необходимости выполнять ПДЧ. Многогодичная программа помощи Украине поможет вам перейти от советских стандартов к стандартам НАТО и сделать украинские войска полностью совместимыми с НАТО. Заседание Совета Украины НАТО начнется через несколько минут. Это форум, где украинцы и представители НАТО встречаются на равных, проводят совместные консультации и совместно принимают решения. Украина сейчас приблизилась к НАТО, как никогда ранее. Наш альянс подтвердил, что Украина будет членом НАТО и согласился устранить все препятствия, в том числе план действий к членству НАТО. Это будет состоять... То есть мы сократили процесс в два раза, сделав его единоразовым. Это очень мощный и единый месседж, который направляет НАТО на вашем приближении к членству. Сейчас созданы довольно прочные гарантии безопасности, и сегодня многие союзники подтвердили свою готовность предоставить долгосрочные гарантии безопасности Украине, вплоть до момента прекращения войны. И эта поддержка будет также предоставляться со стороны НАТО. Решение, принятое здесь, в Вильнюсе, отмечает Сталин новой страницей в истории взаимодействия НАТО и Украины. Сегодня мы встречаемся на равных. Я с нетерпением жду дня, когда мы встретимся как члены НАТО. А теперь слово вам, господин президент. Буду говорить по-украински, если вы не возражаете. И сейчас слово взял президент Владимир Зеленский. Наш президент выступает, конечно, на украинском языке, но для нашей русскоязычной аудитории мы будем переводить слова украинского лидера. Владимир Зеленский говорит, что Украина есть и будет донором нашей общей безопасности, имеется в виду общей безопасности, которую гарантирует Альянс стран НАТО. Поздравил Янса Столтенбурга с тем, что он переизбран на этот высокий пост генерального секретаря Альянса. И, конечно, наш президент говорит о том, что главная тема, которую он обсуждал с лидерами, членами НАТО, это противостояние российской агрессии. И, конечно, наш президент благодарит Альянс за новую поддержку, которая обсуждалась на полях саммита. Это очень позитивная новость для нашей страны и для нашей грядущей победы. Ну и, конечно, наш президент говорит об ожиданиях Украины от этого саммита. И очень важный шаг, это то, что уже сказал Янс Столтенбург в своем слове, что Украину ждут в Альянсе и сокращают этот путь без ПДЧ. Теперь будет путь Украины в НАТО. Глобальная демократия сильнее, чем какие-либо террористические угрозы. ПДЧ не нужно, и президент благодарит за такое решение. Потому что Украина проделала уже огромный путь на пути для устремления в НАТО. Вот. И наш президент говорит, что очень важны гарантии безопасности на пути в НАТО. Об этом тоже говорил Янс Столтенбург. Прочные гарантии безопасности, пообещали члены Альянса нашей стране в Украине. Это будет действительно таким важным для нас конкретным успехом. Мы можем констатировать, что результаты саммита хорошие. Президент Украины говорит, что результаты саммита хорошие. Но если бы было, собственно, приглашение в НАТО, то результаты были бы идеальными. Президент говорит, что благодарит за сам саммит, за ту энергию, атмосферу, которая сейчас на улице Вильнюса. Потому что поддержка Украины видна, читается и слышится везде. Президент Украины благодарит за эту поддержку, за эту энергию. И наш президент говорит, что мы пока еще не в НАТО, но уже реальность, то, что есть эта поддержка, есть приглашение, а это, собственно, и есть вера в нашу страну, вера в нашу победу. Вера в Украину как гаранта безопасности и победить страну победителя. Украинского национального мовника. Начинаем с украинского национального обещателя. Мой вопрос к обоим, к господину Зеленскому. Какие гарантии безопасности может предложить НАТО в Украине сейчас? Я начну с вашего позволения. Владимир Зеленский говорит, что главное, чтобы был результат и конкретные пункты, которые приближают нас к НАТО. И он говорит также о том, что иногда очень сложно некоторые вещи объяснять партнерам, почему. Потому что мы на войне, а партнеры нам действительно хотят нам помочь. Они все равно... Мы живем все равно в разных условиях, и поэтому мы живем в условиях, когда надо выжить, а партнеры хотят помочь нам выжить. И это действительно толкает нас до быстрых процессов, до процессов, которые должны привести к формированию инфраструктуры военной. И, к сожалению, это большая цена ценой наших жизней. Такие важные вещи. Мы адекватные люди. Мы понимаем, что партнеры нам помогают оружием, и этот момент выживания, и это нам очень нужно. Мы понимаем, что кто-то очень боится говорить про наше членство в НАТО сейчас, потому что никто не хочет, чтобы была мировая война. И это понятно и логично, но я хочу, чтобы все понимали, что мы цивилизованные и адекватные люди. Украина борется, точно понимая, что не может быть членом НАТО, пока идет война. И это понятно. Но сейчас важные сигналы, которые звучали сегодня в наших двусторонних встречах с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и с другими партнерами, с которыми мы уже сегодня встречались, мы поняли, что Украина действительно будет членом НАТО, и на мою мысль это уже прозвучало уверенно, и мы станем членами НАТО, когда действительно будут определенные условия. Мы понимаем, что... Уважение Совета Украина-НАТО – это один из трех элементов, о которых мы договорились сегодня для того, чтобы обеспечить состояние, благодаря которому Украина еще больше приблизилась к членству НАТО. И эта задача состоит в том, чтобы укрепить политические связи, политическое взаимодействие между НАТО и Украиной. Совет отличается от предыдущей комиссии, прежде всего потому, что это орган, который может принимать решения, в котором мы встречаемся на равных. Это Совет, который принимает решения равных членов этого Совета. И он действует на уровне глав государств, на министерском уровне, на уровне послов, на военном уровне, на уровне главнокомандующих, экспертных сообществ. Это намного более мощное, намного более важное политическое образование, чем просто партнерство, в котором мы просто разговариваем. Но снова повторюсь, это только один из шагов, которые мы предпринимаем для того, чтобы подойти ближе к членству. Сегодня мы, повторяю, мы встречаемся как равные, но скоро мы встретимся как равноценные члены НАТО. Скай, первая ряда здесь. Скай Ньюс, президент Зеленский, вы приехали сюда, ожидая услышать какие-то сроки. Вы очень тепло отозвались словами благодарности о предоставлении оружия, предоставлении гарантии безопасности. Сделали ли члены НАТО достаточно? Или вы по-прежнему считаете, что отсутствие приглашения может подорвать моральный дух тех, кто находится на фронте? И господин генеральный секретарь, Кремль заявил, что это очень опасная ошибка, которую делает Запад, предоставляя гарантии безопасности Украины. Беспокоит ли вас, что союзники делают новый шаг для того, чтобы приблизить войну с Россией? Спасибо за вопрос. Что касается приглашения, я, конечно же, понимаю, что это технический сигнал. Но если мы занимаемся не только техникой и бюрократией, а посмотрим на это как серьезный фактор мотивации украинского общества, то для меня, как для президента, это было бы очень важно. И это был бы очень важный момент. Я действительно сравниваю этот момент с кандидатством в Европейском Союзе и в двухсторонних отношениях и в диалоге между другими государствами. Я нахожу это как пример. Я говорил об этом. Кандидатство в ЕС – это точно так же был сигнал. В кандидатстве нет членства в ЕС, но в кандидатстве есть определенная мощная мобилизация сигнала России. Украина не член какого-то другого союза, а хочет быть членом конкретного союза. И хочет быть конкретным независимым государством. Что касается членства НАТО, это тоже сигнал. Но сегодня я вижу еще определенный важный сигнал, о котором я уже говорил. И мы не можем получить конкретику, но сейчас. Но если сегодня Большая Семерка согласится на Большую Декларацию, Декларацию Безопасности, то это будет конкретный факт, потому что гарантии безопасности написано, что эти гарантии действуют на пути в НАТО. И это очень важно. Это очень конкретный сигнал для Украины. Ну и все пункты генеральный секретарь НАТО уже... В Европе идет полномасштабная война. И тут нету больших рисков для НАТО, чем те, которые существуют. Но самый большой риск, это если Путин победит. И как пока происходит нарушение международного права, пока он делает то, что хочет, этот риск существует. Поэтому очень важно НАТО, чтобы НАТО продолжало поддерживать Украину. Эта трагедия будет не только для Украины, если Путин победит. Это сделает нас более уязвимыми. И именно по этой причине мы совершенно четко заявили, что Украина должна самостоятельно избрать свой путь и решить, к какой из организаций присоединяться. Это фундаментальное право любой страны. И мы не должны допустить, чтобы Москва принимала решение о том, кто может, а кто не может быть членом НАТО. Россия выступает против любых инициатив НАТО. Но только НАТО и только Украина должны решать, кто вступать в Украину или нет. Москва тут вообще ни при чем. Мы принимаем эти решения сегодня. Это очень мощный объединенный сигнал относительно членства Украины в НАТО. И, конечно, Москва будет выступать против этого, как она выступала против вступления Финляндии и Швеции. Поэтому Украина есть право выбирать свой путь. У Альянса есть право... Я только хочу добавить то, что очень важно относительно Совета. Это не только инструмент участия, это инструмент интеграции. Это то, что дает нам вот такую уверенность в том, что мы будем членом НАТО. У меня два вопроса. Один к президенту Украины, а второй к генеральному секретарю НАТО. Пане Президенте, скажите, будь ласка, какие у вас ожидания от сегодняшней встречи Великой Симки? Какие гарантии безопасности могут быть дополнительными на дань Украине? Господин генеральный секретарь, это новый совет НАТО Украины. Чем он будет отличаться от комиссии, в которой любые вопросы можно заблокировать, например, Венгрию или любые другие члены? Как технически может быть достигнуто согласие? Что касается сегодняшней встречи, и что касается гарантии безопасности, я хочу вам сказать, что это недодатковые. Что касается сегодняшней встречи, и что касается гарантии безопасности, я хочу вам сказать, что это не дополнительные. У нас нет реальных гарантий безопасности от наших партнеров. я имею в виду юридически. У нас есть фактические гарантии безопасности, такие как финансовые, санкционные, и это действительно помощь обороне нашей. И это может стать сегодня первым документом юридически, который символизирует то, что у нас есть такой зонтик гарантии безопасности, о том, что Украина будет иметь документ с каждым государством гарантом безопасности. И там будут написаны те вещи, которые мы сегодня имеем, или которых нам сегодня не хватает. Речь идет об авиации, самолетах. И об этом мы будем обсуждать на двухсторонних переговорах. И также стоит добавить, что этот зонтик гарантии безопасности дает возможность странам Большой Семерки присоединиться и присоединиться другим странам, которые хотят помочь Украине, которые являются друзьями Украины. Они будут присоединяться, по сути, к этим гарантиям безопасности. Буду возглавлять я, и в нем решения не могут быть заблокированы какими-то индивидуальными членами Совета. Он будет созываться для консультаций. Если президент Зеленский хочет созвать заседание Совета, он может это сделать, и это не может быть заблокировано, потому что мы встречаемся на равных. Мы решаем, какие вопросы обсуждать, и этот Совет может быть создан любым членом Совета. Это нечто совершенно новое, это очень мощный политический инструмент объединения, интеграции и принятия решения. Вот эти все элементы принятия решения позволяют приблизить Украину к НАТО. Я думаю, что это оценят все. Президент Зеленский, могу ли я попросить вас продолжить по гарантиям безопасности? Потому что об этом говорят уже 30 лет, и что могло предотвратить кризис 2014 года и крымские события. Какие гарантии безопасности могут удовлетворить вашу страну и могут остановить президента Путина? Спасибо за этот вопрос. Не хочу повторять, но могу вам сказать, что единственное, я не считаю Будапештским меморандум гарантии безопасности. Я не понимаю никакой ответственности в нем, я не вижу в нем никакой конкретики, кроме того, что в принципе Украина Украина была с этим документом и осталась один на один. И мы не видим такие нарушения этого документа и так далее. А что касается нового документа, то этот новый документ должен действовать, пока Украина не в НАТО. Мы понимаем, что самая лучшая гарантия для Украины это быть в НАТО. Это понятно, потому что мы видим конкретные примеры. И хочу еще раз подчеркнуть, мы не видим, и слава Богу, страны, которые сейчас в НАТО, у которых идет война и которые погибают. И мы понимаем, что гарантии самые лучшие это гарантии НАТО. Мы хотели бы иметь те гарантии, которые у нас есть, и иметь их постоянно. И иметь их для того, чтобы страны-гаранты дали определенный документ, чтобы это было не просто личные отношения, но чтобы был и документ, в котором будет все четко и конкретно написано. Новые гарантии безопасности утренние, они открывают, по сути, путь к этому. Последний вопрос, пожалуйста. Вопрос к президенту Зеленскому. Вы сегодня будете встречаться с президентом Байденом. Какие цели вы хотите достичь на этой встрече? Когда вы будете встречаться с президентом Байденом, помимо кассетных боеприпасов, какие другие виды военной помощи вы хотели бы получить от администрации Байдена, которые вы до сих пор не получили? Господин Столтенберг, как быстро вы рассчитываете, что НАТО может предоставить истребителей F-16, которых просит президент Зеленский? Что касается F-16, это ко мне вопрос? Не, 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 не. Сами отвечайте, пожалуйста. Вы можете ответить на все три вопроса, кстати. В первую очередь я благодарен президенту Джо Байдену и Конгрессу и людям в Америке, которые действительно есть лидерами в помощи Украине. Мы высоко это оцениваем и ценим. Я не собираюсь искать аргумент, чтобы Байден видел нас в НАТО. И я считаю, что эти аргументы, они должны быть совместными, потому что безопасность Востока, европейского континента, восточного фланга НАТО, я считаю, что мы должны, мы нужны НАТО, и это абсолютно справедливо. И уверен, что после войны Украина будет в НАТО, и мы все будем для этого делать, чтобы у нас еще с Соединенными Штатами Америки были одинаковые понимания, что необходимо для этого делать. Что касается кассетных боеприпасов, смотрите. Есть моменты, которые мы не совпадаем с мыслями наших партнеров, но мы хотим поблагодарить американского президента. Мы знаем, что это вызов и для США, и для Конгресса, и для людей, которые не разделяют эту поддержку. Что касается кассетных боеприпасов, я хочу, чтобы мы на это посмотрели вот как. По справедливости. Россия использует кассетные боеприпасы постоянно на нашей территории. Воюет исключительно на нашей территории. Убивает наших людей. Использует многие годы эти кластерные заряды. А ту помощь, которую мы можем получить сейчас от США, что касается кассетных боеприпасов, то это для использования только по военным целям, только для использования на территории Украины. И это абсолютно контролируемо и нигде больше не используется. Но должна же быть справедливость. В этом нет справедливости. Агрессор оккупировал наши территории и 9 лет оккупирует наши территории и убивает наших людей. Как мы можем защищаться? И это про справедливость. Мы защищаемся. Мы защищаемся, не используя конкретное оружие по территории других государств. Что касается другой помощи, нам необходимо далеко дальнобойное оружие. И я буду поднимать этот вопрос. Вчера группа союзников по НАТО учредила коалицию, обеспечивающую подготовку пилотов Ф-16. Это инициатива, которая изначально была выдвинута Нидерландами и Данией. И я очень рад, что несколько других членов НАТО присоединились к ней. Пока я думаю, что эта подготовка и обучение начнется в ближайшее время, возможно, даже этим летом. Это работа, которая уже ведется. и последний раз, когда я виделся с союзниками, 10, даже, наверное, больше, они подтвердили, что эта работа начнется в ближайшее время, и это позволит нам ускорить передачу Ф-16. Повторяю, обучение начнется, как только будет принято решение о передаче истребителей. Но добавлю, поскольку гарантии, документы, встречи, советы очень важны. Но самая первостепенная задача это обеспечить то, чтобы вооружение поступало президенту Зеленскому и его вооруженным силам. Чрезвычайно важно, чтобы в конце этой встречи мы увидели решение индивидуальных членов. Франция объявила о передаче ракет повышенной дальности. Германия заявила о готовности передать дополнительные бронированные машины. Великобритания также заявила о своих намерениях. Поэтому самая первостепенная задача это обеспечить превосходство Украины. Как только Украина будет обладать этим превосходством это намного приблизит ее членство в НАТО. Поэтому это наша первостепенная задача.